По мнению Татьяны Владимировны Черниговской, для того чтобы в нашу цифровую эпоху оставаться личностями, важно не растерять человеческое. Кроме того, нужно научиться адаптироваться к переменам и в том же ключе воспитывать будущие поколения, перейти от запоминания к пониманию, научиться противостоять постоянному стрессу, постоянно проверять и перепроверять поступающую к нам информацию. Наконец, сохранять человечность несмотря на стремительно меняющийся мир. Цифровая эпоха вызов для человечества. Как остаться людьми в этом быстро меняющемся подвижном стрессорном мире? Как и чему учить детей? Как выстраивать образование взрослых? Как проверять информацию и не стать объектом манипулирования? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, посмотрев вступительную лекцию Татьяны Владимировны Черниговской «Человек в цифровом мире. Междисциплинарное образование». Желаем вам приятного просмотра. Мы дошли сейчас, мы оказались в совершенно другом мире. И можно спорить о том, хороший это мир или плохой, но это уже не будущий мир, а настоящий. Мы в нем находимся и что-то надо делать с этим. И этот мир одновременно обладает огромными и нарастающими большими возможностями и примерно такого же размера опасностями. Поэтому нам, людям, а особенно молодым людям, которые будущий мир будут населять, им придется выбирать между этими огромными возможностями и опасностями. Это довольно тяжелый выбор. Область, в которой я работаю, междисциплинарна в принципе. То есть я занимаюсь когнитивной наукой, которая называется конвергентной наукой, то есть той, которая объединяет большое количество других наук. То, что вы видите на экране, лишь перечисление небольшой части, ну скажем так, основных. Но можно было бы это гораздо более плотно заполнить. Я это к чему говорю? К тому, что у нас вопрос, который вот Илья Александровичу, вот он сейчас его комментировал, как заставлять, не заставлять. У нас так вопрос вообще не стоит, потому что сама область знаний такова, что мы просто не можем обойтись без других наук. Это невозможно. Это понимают наши студенты, это понимают все, кто в этой области работают. То есть вопрос вне обсуждений. Это просто факт. И поэтому программы, по которым мы обучаем студентов как в бакалавриате, так и в магистратуре, это называется когнитивное исследование, включают в план очень широкий спектр дисциплин. От математики, биологии, психологии, до лингвистики, философии и каким-то видом искусств. Поэтому мы имеем дело и очень дружеское, такое не декоративное дело с факультетом биологии, с факультетом философии, с факультетом психологии и даже с физическим факультетом, для которого мы по заказу его руководителя Ковальчука читаем курс отдельный. Моя область, как я уже сказала, это мозг, и мы не можем сделать вид, что нас это не интересует, потому что вся наша цивилизация таковой является именно потому, что у нас такой мозг. Пока что из наших соседей по планете никто не только ничего подобного не создал, а и вообще вот именно создавать-то ничего не создает. И у нас такие успехи, одновременно такие провалы из-за того, что мы люди живем в странном таком сочетании двух типов, вроде бы не сочетающихся миров. То есть мы живем в мире материальном, в котором есть микрофоны, апельсины и стулья, и в мире идей, которые, судя по всему, знаков, абстрактных вещей, которые, судя по всему, имеют для нас абсолютную ценность. Войны начинаются в основном не из-за того, что апельсинов стало меньше, а из-за того, что точки зрения не сходятся. Ну, я не буду на эту тему продолжать. Тем не менее, наше развитие мощнейшее, это развитие информационного мира произошло из-за того, что мы оперируем знаковыми системами. От вербального языка, что было бы вполне предметом очень серьезного разговора, но сейчас возможности нет, до языка математики и, условно говоря, музыки. В чем наша уникальность? Почему мы такие вот отдельные? Вот видите, даже появился такой термин human nucleus, так сказать, вот имеется в виду игра с уникальностью, да? Одна, и встает вопрос, который, как это не парадоксально, при том, что столетиями длится разговор об этом. Люди, это все то же, что животные, только гораздо лучше, ну, как бы количественная разница. То есть у них память, у нас память, у них есть внимание, у нас есть внимание, они обучаемые, мы обучаемые, только мы гораздо лучше. Так вопрос стоит. Или у нас есть что-то, чего нет у других. Особость такая. И вот, похоже, эта uniqueness, она в этой области находится. Мы можем жить в мире идей, абстрактных вещей, в мире, условно говоря, математики и музыки. Чем мы отличаемся от наступающего на нас цифрового мира и перспективы появления искусственного интеллекта? У нас сейчас нет времени об этом говорить, но одну вещь только скажу. Искусственного интеллекта в настоящем смысле на планете нет. Есть очень хорошие программы, блестяще работающие, но то, что подразумевается под искусственным интеллектом, это некая программа, у которой есть чувство я, которая имеет самость, которая является личностью. Я очень надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Одна из дискуссий, которую мы вели вот с моим коллегой и близким другом, профессором Анохиным, как раз на эту тему была. А вот что будет, когда эта штука, неважно будет это железо или это будет программа, это неважно. Что мы будем делать, когда у нее появятся ощущения собственного я, собственные цели, собственные планы, то есть сознание. Ну, нет времени сейчас про это говорить. И неожиданная вещь, которую вот сказал мой контрагент, с которыми мы обычно ругаемся публично. И тут вдруг он сказал, мы это изучаем для того, вот я не ожидала, для того, чтобы не потерять контроль над ситуацией и не допустить этого. Это я первый раз слышу, потому что обычно алармистка я, я всех пугаю, а остальные мне говорят, успокойся, там разберемся. Так вот, это серьезная вещь. Так чем мы отличаемся от машины, чем мы отличаемся от программы, вот я куда клоню. Но перед этим я вот что хочу сказать. В отличие от всех других видов, которые живут на земле, у нас невероятное разнообразие. У нас примерно 6 тысяч языков, я имею в виду вербальных языков. У нас огромная разница в культурах, и этих культур много, и они могут быть противоположны. Когда я говорю культура, я в это включаю и религии тоже. То есть религии могут противостоять друг другу кардинально. То, что принято в одной среде, абсолютно отрицается в другой. Ну и так далее. И это влечет за собой огромный пласт больших пространств непонимания абсолютного. Причем непонимания даже не в том смысле, что я считаю не так, как вы, а я просто не понимаю, что вы имеете в виду. То есть я думаю, что я понимаю, а на самом деле там совсем другое пространство. И мы как-то умудряемся жить при этом. То есть мы все единый биологический вид, но с огромным разнообразием вариаций. Вот так выглядит, если очень-очень сильно увеличить, вот биологи, если здесь сидят, я не знаю, то они знают. Вот так выглядит очень маленький кусочек нашей нейронной сети, которая у нас в голове находится. И вот я здесь, когда я смотрю на такие рисунки, это не рисунок, а это увеличение огромное, это электронно-микроскопическая фотография. То я вообще не понимаю, как по такой сети хоть какая-то информация хоть куда-то может прийти. Мера бедствия гигантская. Ну это я в кавычках говорю. А именно вот такая. А вот если все эти штучки, которые у нас в голове есть, все эти отростки в одну линию свести, то мы получим то, что вы увидите. У нас раньше говорили, что нейроны пяти видов, потом стали говорить двадцати видов. Сейчас тысячи только видов одного типа клеток. Тысячи. То есть, если мы... Сеть построена как? Там какие-то части сети связаны с какими-то. Вот так вот. Каждый из нейронов, которых примерно сто миллиардов, может иметь до десяти или больше тысяч связей с другими частями в мозгу. Число степеней свободы невероятно. Вот я выделила, я стала интересоваться, вот я сама пользуюсь этими цифрами, думаю, а вообще что здесь правда? Потому что, ну, кошмарные цифры. Начинают говорить больше, чем число элементарных частиц во Вселенной. Дело еще хуже обстоит. Еще в 73-м году вот дед современного Анохина, Константин Владимирович, он какую цифру написал. Видите, если мы начнем писать количество этих связей, то количество нулей будет длиться 9,5 миллионов километров. Ну, то есть, вообще, надо прекратить эти разговоры. Ясно, что речь идет о гиперастрономических величинах. И это говорит Нобелевский лауреат по вот этим всем наукам, к сожалению, в лучший мир пару лет назад ушедший, Джеральд Эдельман, которого мы, кстати, в Россию на наши когнитивные конференции приезжали, он очень интересно говорил. Неважно, какие это цифры, важно, что они запредельные по сложности. То, что лежит в голове у каждого из нас, абсолютно немыслимо. Обучение меняет мозг, оно меняет его физически. То есть, увеличивается, растет качество серого и белого вещества. Это мозг, тот мозг, который учился, он качественно лучше того мозга, который не учился. Вы мне можете сказать, и будете правы, такого мозга нет, который не учился, потому что это его основное свойство, когда просто это такой орган, который только и делает, что учится. Но я в данный момент имею в виду специальное обучение, то есть обучение в школе, обучение в университете, чтение сложных книг. Речь не идет о том, чтобы читать журнал «Лиза» или рекламы «Гелий». Речь идет о чтении сложной литературы, просмотре сложных фильмов, прослушивании сложной музыки. Вот о чем идет речь. Встает вопрос, который сейчас есть везде, в том числе он есть и в «Сириусе», и сейчас очень программа большая, как быть с одаренными детьми, кто эти одаренные дети, что с ними делать. Это что, это гены или это среда? Опять это бесконечная история про курицу и яйцо, она столетия за столетием идут, никакого толку. Поэтому я бы вопрос так поставила, тем более, что я его слушаю периодически. Гениями рождаются или становятся? У меня после размышлений ответ довольно твердый. Гением можно только родиться, это бесспорно, но уже родившись, им спокойно можно не стать. Нужно попасть в хорошие руки, в хорошую среду, он должен попасть в благодатную среду. Опять же, если бы вы меня решили там распинать, вы бы сказали, а это что значит? Вот хорошая среда – это какая? Это такая, где его все время хвалят или наоборот, где его все время колотят? Ну так, я утрирую. Это вопрос отнюдь непростой, потому что Баха, Бетховена и еще кое-кого из Моцарта по пальцам колотили, чтобы они, значит, за клавесин сели, так условно говоря. То есть, если бы это, значит, даже такие абсолютные гении не хотели этого делать. То есть, это сложный вопрос. Ну а дальше, вот я говорил про этот невероятно сложный мозг. А у нас есть контроль над этим мозгом? У нас есть контроль над машинами, у нас есть контроль над социумом, это все вопросы. У нас есть контроль над социальными и прочими сетями, которые сами развиваются с одной стороны, а с другой стороны они могут контролироваться и очень направленно. Теперь, когда мы изучаем это все, мы говорим, ну хорошо, мозг ведь физический объект, физический, значит, на него распространяются законы физики и математики, ну не говоря о химии. А вот теперь я начинаю мучительные вопросы задавать. Если не секрет, какая физика управляет мозгом? Это Ньютон, это Эйнштейн, это Нильсбор и дальше список. Какая конкретно? Я вам отвечу, что мне отвечают те люди, с которыми я об этом говорю, которые понимают. Они говорят вся, и такая, и такая, и такая, что ставит нас в очень сложное положение, когда мы обрабатываем данные, экспериментальные данные по мозгу. Ну вот я работаю там в частности с Институтом мозга человека. Вот, ну мы получаем там 13 миллиардов цифр всяких, и что дальше, что с этим будем делать? А какая математика? Мы говорим, математика. Там вот когда мы рисуем картинки мозговые в научных статьях, это ведь не фотографии мозга, а это результат математической обработки. Огромной, очень сложной и очень специальной. А какая там математика? Это Аристотель, это Риман, это Лобачевский. Какая математика? И опять же, ответ, который я получаю от людей, которые понимают, ответ такой, у нас нет такой математики, которая годится для описания того, что происходит в мозгу. Там только алгоритмы, потому что когда мы строим систему искусственного интеллекта, мы что говорим? Мы посмотрим, как это делает настоящий мозг, и сделаем такую штуку. Да? И что вы там собираетесь увидеть? Вот первый из портретов, это, между прочим, забытый мировым сообществом, я бы даже сказала, неизвестный мировому сообществу человек, который всю эту историю начал раньше Тьюринга, чей портрет в середине. Его фамилия Корсаков, он русский профессор, и это было очень давно. И он начал делать интеллектуальные машины и так далее. Ну и, наконец, третий, это вот наш теперь сосед по планете. Эйнштейн, я привожу Эйнштейна именно, а не поэта, не художника, великого физика. Он говорит, интуиция – священный дар, разум – покорный слуга. Понимаете, если бы это сказал Мандельштам, я бы не удивилась. Но это говорит физик. И он говорит, интуиция и вдохновение, и воображение, даже в других местах он пишет, важнее знания, потому что знание ограничено. Ну сколько знают люди сейчас на планете, столько и знают. А интуиция и вот эти вот прорывы в какие-то непонятные пространства, они делают открытие. Если мы будем сканировать мозг человека, который испытывает удовольствие от того, что он видит прекрасное, то мы увидим странную вещь. Это будет реакция вообще на любое прекрасное. Это может быть дама с единорогом из музея Клини, и это может быть изящно доказанная теорема или прекрасно выведенная формула. То есть речь не идет о том, что это принадлежности к областям. Это не к областям, а это восторг от того, как это можно было сделать. А какие алгоритмы вот здесь вы собираетесь увидеть? У Дюрера, Боттичелли, Рафаэля, ну и дальше список тех, что составляет славу нашей цивилизации. Здесь алгоритмы, вы хотите сказать? То есть, конечно, мы можем все, что хочешь, описать постфактум. Но я вас уверяю, они не алгоритмами это делали, а музыканты. Это вообще, я даже не хочу начинать эту область, что такое музыка, это вообще совершенно загадочная вещь. Она точно не децибелы, которые бьют вас по барабанной перепонке. Потому что они по такой же, условно говоря, барабанной перепонке бьют и комаров, и рыбок, и птичек, и так далее. Только для них Моцарт – это не Моцарт. Ну и я ко второй части, сейчас я ускорюсь. Насчет того, что нас ждет. Знаете, как гадалкам говорят, что было, что будет, на чем сердце успокоится. Мы приехали сюда. Да, это факт. Спорить тут не о чем. Я, к сожалению, сама тоже не пишу гусиным пером и провожу огромное количество времени в виртуальной среде. Мы так работаем, это такой мир, тут ничего не поделаешь. Но у него и опасности есть. Он наступает на нашу территорию. Вот еще недавно, и это было, ну, началось с 97-го года, хотя разные цифры можно проводить, когда Дип Блю обыграл Каспарова в шахматы. И тогда, значит, ну, сначала все в обморок упали, потом опомнились, и там целая история была. Но в итоге было сказано, ну, шахматы, в конце концов, это перебор операций. Уже не говоря о том, что это вообще нечестная была игра, потому что ни у какого человека не может быть такой памяти. Это пункт первый. Пункт второй. Программа не устает, не нервничает. Пункт третий. Ну, это я так мелочи перечисляю. Она была надрессирована на конкретного игрока. Эта программа знала все про данного игрока. Ему достаточно было, когда, как сам он потом и говорил, достаточно было сделать не то чтобы неправильный, но ход такой, который не делают чемпионы мира. Ну, как бы семиклассник может, а чемпион мира такой ход не... И эта зараза, она бы заткнулась в этот момент, потому что она бы сказала, нет, мы так не договаривались, я играю с чемпионом мира. Вот такие ходы не бывают. Потом нам стали говорить, ну ладно, это счетные игры. Программу, игру в ГО, эти штуки не возьмут, потому что там другие принципы. Взяли. Ну, вы, наверное, сами читали. Вот этот Лиси Даль, девятый Дан. Она его разгромно разыграла, 4-1, по-моему. Ну, в общем, провал был. А дальше большее. Это идет с очень большой скоростью. Вот вещи, о которых я сейчас говорю, им месяцы. Это уже даже не десятилетия и не год, а им месяцы. Альфа-ГО – это универсальный алгоритм, который берет и ГО, и СЕГИ, и шахматы без начальных знаний. Достаточно суток для того, чтобы эта штука научилась играть, так что она обыгрывает не только любого человека, но любую программу. То есть ей не нужны начальные знания, она абсолютно самообучаема. Наконец, я тогда расшумилась и говорю, в покер у этих ребят ничего не выйдет, потому что покер – это блеф, это полкафейс, и там много всякого. Пожалуйста. Это было 4 месяца, если я не ошибаюсь, назад. Она играла с четырьмя лучшими игроками в покер. 20 дней, играла в пух и прах, их разбила, выиграла миллион семьсот что ли евро, но ей, к счастью, не дали, дали людям. Итак, вокруг нас мы оказались в совершенно необычном мире. Это текучий мир, он прозрачный. Это я вот начала с того, что мы будем выбирать между безопасностью и прозрачностью. Я согласна, чтобы меня осматривали в аэропорту, потому что я не хочу, чтобы там рвануло что-нибудь. У меня будет выбор, либо не лезьте ко мне в сумочку, либо лезьте ко мне в сумочку, но я останусь жива. Это мир нестабильный, мы не знаем, с кем мы имеем дело. Это человек или программа, с которым вы беседуете в социальных сетях, сколько их там, где она находится, в каком времени она живет, ну это длинный разговор. Итого, я заканчиваю, это цивилизационный слом, с которым человечество не сталкивалось никогда. Потому что, может быть, мясорубка похуже, мясорубка получше, но это другой вообще мир. И это события, которые имеют глобальное, планетарное значение. Кроме того, этот мир начинает жить автономно, интернет вещей, самоорганизация сетей, доступность входа в цифровой мир будет социальным отбором. То есть, те, кто посреди саванны живут и сюда не входят, они как бы не участники процесса. И, кроме того, я очень жалею, что не я придумала это слово, очень жалею. Мир перестал быть человекомерным. То есть, не живут не только люди, но живые существа вообще не живут в нано-метрах и в нано-секундах. А компьютеры, эти программы, они будут жить там, особенно квантовые. Но это не моя область. Пересмотр этических и культурных норм – это неизбежность. Уже во Флориде, если я не ошибаюсь, беспилотная машина наехала на кого-то, они все это закрыли. Теперь они не знают, что с этим делать. Что с этим делать? Встает вопрос о праве и морали. Потому что в эти механизмы должны быть вложены моральные принципы. Какие и как их вложить? Учитывая то, с чего я начала, что огромная разница в культурах. То есть, мы не можем сделать вид, что этого нет. Мы можем на некоторое время так стеснительно задуматься, но мы не сможем от этого уйти. Кроме того, сейчас существует то, что называется синдром отложенной жизни. Мы живем как бы жизнь как черновик. Вот это, кстати, не вредно детям говорить. Ты как бы это не всерьез все. Ты когда вырастешь, ты там будешь жить уже по-настоящему. А это ты как бы тренируешься. Вот это не так. Это не тренировка. И, наконец, наступает так называемая цивилизация праздности. Огромное количество людей лишится работы. И что они, если не секрет, будут делать? Мне даже надоело про это говорить уже. Когда я такой вопрос задаю, мне говорят, они будут заниматься творчеством. Они будут на людьми играть и сонеты писать. Ну, мы серьезные люди. Мы же понимаем, что будет совершенно другая картина. Ну, и, наконец, конвергентное образование, которое мы уже даем, но оно просто, оно пойдет очень крупными шагами. Это образование понимания, а не запоминания. Потому что вот эти штуки, компьютеры, уже все помнят. Мне достаточно сказать, окей, Google, и он тебе все расскажет. Вы мне скажете, да, но не сложные ментальные вещи, не философские вещи. Правильно, но я и не про это и говорю. Мне не нужен человек, который все помнит, который помнит таблицу логарифма. Мне нужен, который понимает, что происходит. А это совершенно другая подготовка. Должны быть воспитаны люди, которые готовы к постоянным переменам. Посмотрите, проходит там, я не знаю, три месяца, уже другое. Потом это будет проходить один месяц или недели, уже другое. Это люди должны быть стрессоустойчивые. Они должны знать, как верифицировать информацию, как отличать вранье от фейка. Они должны знать, где искать надежную информацию. Это серьезные истории. Мы должны учить их учиться, учить по возможности контролировать себя, свою память, свое внимание. Это отдельные навыки, это мета-навыки. Софт-скилл же уже всем надоел даже говорить. И, наконец, это формировать способность жизни в цифровом мире и сохранять при этом человечность. Если мы собираемся, я бы даже сказала не человечность, а человек-кость, если мы собираемся конкурировать с машинами, с программами на их поле, то мы проиграли уже эту историю давно. Но счет идет на триллионы, многие триллионы операций в секунду. Человеческий мозг этого делать не может. Он делает другие вещи, зато он работает. Лампочка в 20 ватт его обеспечивают, у особых гениев в минуты гениальности это 30 ватт. Такую лампочку можно раньше в холодильнике увидеть. Если любую самую простую программу, имитирующую какой-нибудь мозг нечеловеческих, посчитать, то это получится энергия города. Вы понимаете, мы не то ищем. Нам надо искать, как эта штука работает. Но как она работает? Я же показала цифры. Что с этим делать? Это какая-то запредельная история. Здесь нужен конвергентный человек, нужен человек, получивший мультидисциплинарное образование, который на эту историю посмотрит вообще с другого бока. Вот он гулял-гулял по поляне, слушал Вивальди, потом пошел на кранах и посмотрел, пришел и сделал открытие в области физики. Вот это что. Ну и последний мой слайд, вот какой. Клод Лелуш, люди старшего поколения, наверное, помнят «Мужчина и женщина», все эти фильмы, которые на нас огромное впечатление производили. Он неожиданно гениальную вещь, по-моему, написал. Есть только один гениальный постановщик, это творец. Миллиарды людей играют, каждый считает, что его роль главная. Самое интересное, что он прав. Пьеса запутана, нет сценария, нет режиссера, никто никогда не репетировал, импровизация идет каждую секунду, и все надеются понять смысл пьесы и замысел. Это, собственно, вот наша жизнь такова и есть. И я вас благодарю за терпение. Этот рисунок не просто для красоты, а потому что меня всегда удивляло, хотя из моих докторских одна по нейрофизиологии, но тем не менее, меня всегда удивляло, как это так получается, что одно и то же существо, оно и гусеница, а потом оно же, это его же геном, понимаете? Он же не превращается во что-то другое. Он и бабочка. Я думаю, что это метафора того, как мы должны на себя смотреть. Можно, конечно, оставаться и гусеницей, что легче всего, но если постараешься, то глядишь, крылья красивые появятся. Спасибо вам. Дорогие друзья, вопросы, но я один вопрос задам, более такой приземленный. Татьяна Владимировна, вот вы выпускаете студентов, бакалавров и магистров, вот они занимаются как раз вот этим, вот они, собственно, осуществляют междисциплинарный подход. Назовите какие-то, может быть, примеры, дипломы, чем они потом занимаются, эти выпускники? Вы знаете, общий ответ мой будет такой, они чрезвычайно успешные, если мы будем брать переезд границы, так сказать, вот многие из них едут дальше, после магистратуры поучиться еще где-то. Они подготовлены так, что их берет кто угодно. Их возьмет и MIT, их возьмет и Гарвард, и Европейский университет, и у нас много примеров этого. Это правда. Интересно другое, что, поучившись там, на этих программах, они большинство, абсолютное большинство из них возвращается назад. И я, при этом, если бы они были средненькие, и просто они не выражали конкуренции, вопросов нет. Они очень конкурентно способны, поскольку мы находимся в связи, когда они едут туда учиться, они пишут. Десятки раз я получила письмо, а какие мне предметы взять-то, я это все уже слушал. Я говорю, так фирма веников не вяжет. Мы когда программу составляли, мы делали так, как этому улучшит, лучшие университеты мира. Мой вопрос, почему вы вернулись, очень интересный дает ответ. Они стали, вот эти люди, которые одновременно люди мира и люди России, и которые получили очень хорошее образование, они набрали критическую массу. Это мое такое мнение. Им интересно жить дома. Ну, вообще дома хорошо жить. Они везде ездят, они участвуют во всех конференциях. Им хорошо в своем кругу. Их много этих сильных. Они уже составляют этот клуб, как бы, вот этих очень сильных. И они, часть из них преподают уже у нас. Они работают, вот, в нашей лаборатории когнитивных исследований. Участники больших и малых грантов. Вчера мы сидели, мы на большой грант собираемся подавать. Им интересно жить. Ну, кроме научной работы, где еще? Они могут работать и в бизнесе. И поскольку, как я показала, голова-то у них, у них хорошо подготовленная голова. Поэтому на месте, скажем, банка какого-нибудь, я бы и с удовольствием взяла. Потому что они думать умеют. Они хорошо думают. Им не обязательно, чтобы они умели практические вещи, которые и остальные умеют. Зато этот может как-то с такого боку посмотреть, с какого другой не смотрел. Спасибо. Коллеги, вопросы? Еще? Пожалуйста. Спасибо большое за очередной блестящий дискурс и за ту сферу рефлексии, которую вы сформировали. Вопрос следующий. Первая часть его. Вы абсолютно уверены, или научный мир в том, что, скажем, человек, его мозг, это не является продуктом искусственного, скажем, разума. И сам по себе не является ли он искусственным интеллектом? Это первое. Отвечу. Второе, продолжение этого. Как вы считаете, в динамике развития искусственного интеллекта есть ли граница, за которой, скажем, ну, по некоторым примерам, которые вы проводили, видно, что процесс, который управляется, а потом системы приобретают качество, в которое они закладываются, как самоорганизующие. Это уже есть. И саморазвивающиеся системы. Можно ли тогда предположить, что динамика искусственного интеллекта приведет к тому, что, собственно говоря, он обретет качество и свойства переживать эмоции человеческие и обретет человеческие качества. То, что мы под этим понимаем. Ну и последний маленький вопрос. Ваша рефлексия, она заставляет в аспекте междисциплинарности вообще пересматривать местоположение по крайней мере социогуманитарных дисциплин, в первую очередь философии, которая должна озаботиться новым порядком рефлексии тех процессов, о которых вы говорили. И в этом отношении ключевым, то, что вы сформулили, на мой взгляд, это должна быть новая герменевтика. Ну это то, что помогает вашим... Я поняла. Давайте я с конца и начну. Да, я сказала бы так, как и не парадоксально, войдя в такой высокотехнологичный мир, в который мы вошли, вроде бы на первый взгляд нужно, так сказать, посматривать на социогуманитарное поле, как на что-то вроде десерта. Ну как бы девушка из хорошей семьи должна знать, кто такой Вивальди, да? Но речь не об этом идет. Если мы не хотим погибнуть в этой игре, то гуманитарные вещи начинают играть первостепенное значение. Без... Вот я не могу, естественно, бесконечный доклад делать. Один из слайдов вырезал прямо сегодня утром. Эйнштейн пишет, без этики и морали у человечества нет будущего. Так же, как общеизвестно то, что он говорил, не знаю, что будет в Третью мировую войну, чем будут сражаться, а в Четвертую камнями и палками. Так что, да, я повторяю, это не вопрос украшения, а это вопрос выживаемости человечества как биологического вида. Извините за пафос, но я это всерьез говорю. Теперь ваш второй вопрос был... А саморазвитие, да, разумеется, есть. Так в том-то и дело, что современные вот программы по кротору Альфа Гоу, пожалуйста, самообучающаяся система, так нет, это полным-полно, это уже пошло, эмоции туда вложены будут совершенно спокойно. Тут вопрос в том, мы узнаем ли, что это случилось. Если уж совсем хулиганить, так сказать, то я спрашиваю, какие есть у вас основания считать, что я или вы или любой из нас обладает свободой воли, а не является изощренной программой. Тогда ответ на ваш первый вопрос такой будет. Если мы разговариваем не в рамках научной фантастики, а в рамках науки, то у нас нет никаких оснований ни отрицать, ни соглашаться. Наука подразумевает факты. Таких фактов нам просто их негде взять. Но в философии это очень жестко стоит вопрос. Это называется проблема зомби. Зомби как ментальный конструкт такой. То есть, если перед вами стоит существо, стоит, ходит, действует, работает существо, которое точно как мы, но мы знаем, что это искусственное, то как вы узнаете? Ответ никак. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Пожалуйста. Игорь Михайлович, московский городской педа университета. Да, ректор московского педа университета. У нас сегодня такие еще. Я вспомнил ответ на вопрос про саморазвивающийся искусственный интеллект. Помню, кто-то ответил, а что, бывает естественный интеллект? Вот, вот, вот. Вроде бы и не бывает. Но у меня вопрос вот в связи с чем. Вот там в конце 90-х начало нулевых для того, чтобы попытаться осознать, что такое новое качество образования и как-то зафиксировать этот уход от запоминания информации как-то отметить. Был популярен, ну и сейчас остается популярен компетентностный подход. Да, там, вот 30-е годы. И компетентность это ну была такой попыткой осознать, что вот действительно мы можем это и формировать, и оценивать какие-то инструменты есть и вот как бы с этим работать. Каково ваше отношение к этому? Раскрывает ли понятие компетентности humanikness, про которое вы говорили? Или нет? Здесь что-то не хватает. Мне, честно говоря, это понятие не нравится. Правда, нравится, не нравится это не категория как бы серьезного разговора. Мне не нравится, а я доверяю интуиции своей, потому что она у меня довольно сильная. Когда мне что-то сильно не нравится, я начинаю к этому приглядываться. это не значит, что надо там зачеркнуть и так далее, но если мы выйдем... Знаете, здесь в чем я вижу опасность? В том, что те вещи, которые, может быть, хороши для массового... Пусть меня в снобизме обвинят сразу все, но тем не менее. Для массовой счета такого, как только мы начинаем говорить о особых, выдающихся, условно говоря, перельман, ну какие компетенции? Ну вообще, это же жуткое же дело. То есть, и вот как быть с этим? Но это очень такая сложная вещь. Я бы в этой связи вспомнила то, что, кстати говоря, я сегодня утром в телефоне увидела ваш этот доклад, думаю, как это, не могла же такое пропустить? Оказывается, он сегодня и вышел. Сириус и аналогичные вещи. Вот вы там предлагаете в сорока, что ли, местах делать эту... По образу Сириуса. Ну, по образу, да. Примерно сорок мы рассчитали потребности для страны, чтобы такого рода центры были. Да, я считаю, что это вообще гениальная вещь, вот это вот, то, что с Сириусом придумали. Мы работаем с ними и будем дальше работать. И там на таких натыкаешься детей, просто напоследок пример приведу. Со мной там математики год назад попросили чаю выпить, вот ваши подопечные. И мальчик вот такой встает и говорит мне, так смотрит как-то, ну, не очень отвлеченно, не то, что он там небожитель, но он явно невероятно способный. Он говорит, знаете, я подумал, все-таки Галилей прав, а не Эммануил Кант. Я думаю, ухожу к чертовой бабушке. Ну, вот такой ребенок, ну, какой Галилей, Эммануил Кант, понимаете? Но нам же никто не обещал, что сначала ребенок-ребенок, а только потом он гений, он родился уже таким. Сам тот факт, что ему в голову приходят такие вещи. А речь шла о чем? Эммануил Кант говорит, мы не вынимаем законы из природы, а предписываем их ей, потому что у нас такая голова. А если переводят на русский язык, как бы у нас мозг такой. Будет другой мозг, будет другая математика. А Галилей говорил, книга природы написана создателем языком математики. Из этого следует, что математика – свойство мира. Извините, что при вас такие рискую вещи сказать, но тем не менее. И встает ребенок и говорит, Галилей прав. Я говорю, а почему прав? Он говорит, потому что законы математики подтверждаются законами физики. Все? Спасибо. Спасибо. Коллеги, вопросы еще один. Так, все. Татьяна Владимировна. Исчерпалась, да. Спасибо большое. Нет, мы все еще. А? В отношении к стейлой формы у тебя есть, правда, все можно. Сейчас. Микрофон. Нет, я скажу вам, что я могу сказать в меру слабых сил своих. Мы те, кто... Татьяна Владимировна, вопрос сначала назовите, потому что не все... Да, там были фотографии Эйнштейна, Бора и Ньютона. Ну, Ньютона был рисунок. Ну, да. В качестве физики для работы мозга. А вот Эйнштейн и Бор какое имеют отношение? Там слишком тепло, чтобы была квантовая механика и слишком маленькая шоколад, чтобы была относительность. Я попробую ответить так, как я могу, учитывая, что это не моя область математика с физикой. Когда пытаются копаться в этих нейронных сетях, но уже не в самих сетях, а в ее частях, то есть, ну, условно говоря, в нейронах, в отдельных клетках, то встает вопрос о том, какая физика туда применена. Оно как действует? Там огромное количество переменных. Они переключаются, совершенно непонятно. Как бы хочет, переключается, хочет. И нейрон хочет. То есть есть разговоры о том, что нейроны – это когнитивная структура, одна клетка. И они говорят, мы не знаем, как с этим быть. Те, кто… Не так, как я, вообще поговорить о мозге, а те, которые копаются в этих штучках, они говорят, физика сюда непонятно, какую приписать. И тем более математика. Ну, вот, может быть, стоит с Анохиным поговорить. Это недавно, он, кстати, здесь в этой аудитории, тут битва у нас была на троих, Анохин, Медведев, академик, директор Института мозга и я. И они оба, Медведев физик, кстати, они оба сказали, такой математики нет, такой физики нет. Это их был ответ. Я не могу включиться в спор, потому что это безответственно. Это не та область, в которой я сильна. Но я доверяю тем людям, которые понимают. И это они не двое, которые так считают. Это далеко, как бы, дело зашло. Спасибо. Спасибо.